С момента выхода программы «Диалог», которую мы сегодня повторяем, прошло 10 лет. Наш собеседник, политик и экономист Егор Гайдар, еще 10 лет назад говорил о том, что нельзя базировать свою политику на гипотезе, что высокие цены на нефть навсегда. К сожалению, у нынешних руководителей расчет как раз и был на то, что нефтяной золотой дождь не закончится никогда. В итоге структуры реформы не проведены, не стало высоких цен на нефть и экономика рухнула. Но теперь провести реформы возможно только с серьезным социальным напряжением. Гайдар предостерегал от опасности жестких политических конструкций, которые в условиях падения цен на энергоносители, как при землетрясении, становятся хрупкими. Этот крах жесткой вертикали власти и ручного управления нам еще предстоит пережить. Гайдар говорил и об опасности постимперского синдрома. Он предупреждал, что разыгрывать имперскую карту очень просто для политиков и очень страшно для будущего страны. Сегодня имперская карта разыграна в полной мере. Россия окружена врагами, уровень патриотизма и гордости за героическое прошлое захлестывает общество. Даже президент Путин вынужден говорить, что не надо увлекаться только героизмом в прошлом, но и думать о будущем. Но развернуть эту русскую тройку теперь очень непросто. На этой неделе исполнилось 15 лет с начала гайдаровских реформ. В ноябре 1991 Егор Гайдар был утвержден первым вице-премьером и фактически стал во главе правительства. К тому времени уже прошел распад СССР. Экономика России была полностью развалена, казна была пуста, не хватало продовольствия. Реформы спасли страну от голода и внутренних смут. В эфире программа Диалог. Я Олег Наумов. Здравствуйте. Свойство человеческой памяти таково, что все плохое со временем уходит на второй план. А хорошее, даже если его было совсем чуть-чуть, помнится как главное содержание эпохи. Прошло всего 15 лет, для истории срок ничтожный, и многим уже кажется, что не было никаких весомых причин для распада великой державы. Кроме злой воли геополитических конкурентов, да продавшейся им пятой колонны демократов. Какую страну развалили? Именно такое настроение до сих пор бытует в сознании большинства наших граждан. Отчего на самом деле распался Советский Союз? О вытекающих из этого уроках для современной России мы беседуем с директором Института экономики переходного периода Егором Гайдаром. Егор Тимуревич, какова цель написания книги «Гибель империи» и почему именно сейчас вы написали? Потому что цены на нефть в реальном исчислении к началу 2005 года, когда я начал работу над книгой, приблизились к уровню Брежневского периода. Они, естественно, не достигли пока уровня расцвета Брежневского режима, но уже гораздо более походят на них, чем цены конца 80-х, начала 90-х годов. В этой связи мне хотелось бы, чтобы нынешнее российское руководство, российское элит, российское общество не повторило тех ошибок, которые совершил советское руководство, полагая, что такие цены навсегда. И в этой связи не обрекло бы вновь нашу страну на череду очень серьезных кризисов. Первое. Второе обстоятельство связано с тем, что именно на фоне благоприятной динамики внешнеэкономической конъюнктуры я хорошо видел, как формируется миф об мощной сверхдержаве, Советском Союзе, в которой, в общем, все было очень прилично до тех пор, пока не пришли странные люди, которые затеяли реформу. Они, правда, пришли после того, как Советский Союз обанкротился, после того, как цены на нефть впали в несколько раз, после того, как валютные резервы оказались не как сегодня, в 260 миллиардов долларов, а в размере ноля миллиардов долларов. Это отдельная история, это не все знают. В своей книге вы говорите о том, что Советский Союз распался во многом благодаря тому, что цены на нефть рухнули. Некоторые эксперты говорят о том, что Брежневский Советский Союз сожрала коррупция. Вот какой из этих факторов был все-таки решающим? Или какие-то еще были факторы? Были системные факторы. Милитаризация экономики, глубокий системный кризис сельского хозяйства, варварская система освоения нефтяных ресурсов Советского Союза, неконкурентоспособность отечественного машиностроения на мировых рынках. Все это были фундаментальные факторы, создающие риски. Но эти риски реализовались, начиная с вполне известного дня, назывался он 13 сентября 1985 года, когда министр нефти Саудской Аравии шейх Емани объявил о том, что Саудовская Аравия радикально меняет свою нефтяную политику и начинает резко увеличивать добычу. После чего цены рухнули в четыре раза. С этого, собственно, начиналась тактика, крах советской экономики. Вот этот кризис, он был спровоцирован многими моментами, как и сегодня, кстати, идет тоже такие процессы есть. Вот тогда была борьба с алкоголизмом, объявленная Горбачевым. Это что было? Это был мощнейший удар по экономике. Я тогда был председателем области полкома и я это очень существенно чувствовал, потому что где-то процентов 20 всех доходов бюджета области было натурализации спиртоводочных изделий. И вдруг это не стало. Чем пополнять? Ну надо было хотя бы к этому подготовиться, да? В 80-е годы, 80-е годы. Конечно, мы уже все чувствовали, что должна быть реформа экономики. Потому что, ну сейчас это не модно называть производственные отношения, производственные отношения настолько оказались застарелыми, настолько оказались неэффективны, что действительно должна была быть реформа. Ну, в частности, чего она должна коснуться? Ну, во-первых, собственности на средства производства и на продукцию. У нас же еще было и другое, что у нас тот производитель не был собственником. Не он продавал продукцию и имел доходы от реализации этой продукции, да? Один момент. Теперь, мотивация к труду. У нас отсутствовала мотивация к труду. Я могу привести массу примеров, когда оплачивался труд, ну, не в том объеме, в котором она затрачивает. А просто была уравниловка. Президент Путин говорит о крушении Советского Союза как самой великой глобальной катастрофе 20-го века. А вы сожалеете о распаде Советского Союза? Вы знаете, я, пожалуй, бы не согласился по этому поводу с Владимиром Путиным. Если говорить о масштабах, то все-таки самая крупнейшая катастрофа империи в 20-м веке пришлась на Великобританию. Британская империя к середине века была намного больше, чем советская терророссийская по территории, по числу населения и по валу внутреннего продукта. Тем не менее, Англия, которая тяжело пережила процесс краха империи в 50-х годах, нашла в себе мужество понять, что это неизбежно. Что так устроен мир конца 20-го века, что то, что можно было делать в 19-м веке с теми же опиумными войнами в Китае, в конце 20-го века не получается. Если ты это не понимаешь, ты получаешь очень сильные неприятные проблемы, как получил, скажем, их Франция, пытающаяся сохранить свою империю в Индокитае, потом во лжи. Но все равно вынужден империю распускать. Людям свойственно идеализировать прошлое. Поэтому больше половины респондентов, принявших участие в вопросах Левада Центра, не прочь вернуть в Советский Союз. Они уверены, что если бы не перестройка, все было бы хорошо. Жизнь в стране была бы лучше, считает 28% респондентов. 30% считает, что удалось бы избежать тяжелых потрясений и сохранить великую страну. Мы спросили горожан на улицах Оренбурга, жалеют ли они о распаде СССР. Тогда лучше было жить. Тогда учились бесплатно, лечились бесплатно. Жалею очень, потому что многие мои родные остались за границей. И в Казахстане, и в Калининграде туда сейчас никак не попадешь. Была уверенность, что он после окончания технику, институты на работу будут устроены. Сейчас, увы, ищи где-то ищи, и заплату еще. Мы, знаешь, бесплатно было образование. Но не на словах, а на деле было. Отрицательное то, что потеряли многие работы и с трудом, и вообще не могут найти. Положительная, конечно, свобода. Но она нечестная. Был Советский Союз. Развалили вообще. Капитализм стал. Каждый на себя. Была мощная держава, которой все мы гордились. А сейчас бывают моменты, когда мне прискорблено за страну, в которой я живу. Мне кажется, что ее не достает мощи и величия, присущего в свое время Советскому Союзу. Вот мы бывшие военнослужащие. Как мы не будем об этом сожалеть? Мы вот поездили по стране. И, в общем, жалко очень даже. Даже снится. Ничего жалеть. Демократия разве плохо? Хорошо, свобода. Мы возвращаемся к разговору с Егором Гайдаром, который считает, что гибель империи под названием Советский Союз была неизбежной. Все империи, которые распадались, в том числе и британская, переживали так называемый постимперский, ну, в той или иной степени, постимперский синдром. А вот как нам избежать такого постимперского синдрома? Избежать его нельзя. Он в полном объеме сегодня с нами. Хорошо, минимизировать, так скажем. Мы сегодня проходим этот постимперский синдром. Очень похоже на то, как его проходила Франция в 60-х, в начале 60-х, проходила Великобритания в 50-х годах. Здесь, ну, лечат только две вещи. Первое время. Попробуйте сегодня объяснить хорошему, милому, очаровательному, организованному английскому студенту, что вообще-то Великобритания имеет исторические права управлять Индией. И, более того, заставить его принять активное участие в политических действиях, направленное на восстановление британского контроля в Индии. Вы увидите, что он посмотрит на вас, как на клинический, нездоровый человек. Я абсолютно убежден, что через 15 лет в России идея, что мы должны обязательно все положить для того, чтобы вновь владеть Казахстаном, Украиной и Прибалтикой, будет восприниматься столь же экзотично. Но эти 15 лет надо прожить. И это в очень большой степени зависит от ответственности элиты. Потому что вот разыгрывать эту простую карту, ну, она как такая двухходовка. Там все очень просто. Есть боль реальная, особенно при распаде территориально интегрированных империй, таких как Австро-Венгрия или Турция или мы. И вот на этой базе получать политическую поддержку. Задача тривиальная, никакой ума не требующая, почти всегда дающая на краткосрочной дистанции результаты. Там другое дело, что потом все это кончается страшно для твоей страны, то и обычно для тебя самого. Но это будет потом. А вот сегодня эта двухходовка дает тебе почти гарантированный политический выигрыш. Вот понимание элиты, что идти по этому пути страшно опасно для твоей страны. И даже для тебя лично. Вот это еще одна важная предпосылка для того, чтобы мы не повторили ошибок, которые уже были совершены в истории. К сожалению, та бюджетная стабильность, которая сегодня обозначена и декларируется, она обернула достаточно серьезную технологическую деградацию российской экономики. Сегодня очень высокая степень зависимости от экспорта сырья. Мы сегодня способны формированию того же добавочного капитала вне территории России. То есть производятся машины, продукции всех видов, все остальное, но вне территории России. Мы просто туда отправляем. Поэтому, естественно, сегодня изменение ситуации возможно через создание определенной системы, которая бы сегодня прекратила, во-первых, деградацию промышленности. То есть сегодня все работают на экспортно ориентированной, скажем, отрасли. А все-таки вернуться к тому изначальному развитию машиностроения, энергетикой. В своей книге вы приводите любопытные данные о том, что цены на нефть имеют тенденцию падать именно тогда, когда все уверены, что они будут держаться еще долго и прочно. А вот у нас сейчас какая ситуация в отношении России? Именно такая. Сейчас все большее число участников рынка, наблюдателей приходит к убеждению, что высокие цены на нефть – это навсегда. И у них есть свои аргументы, нерешенный смысл. Да, есть рост спроса со стороны быстро растущих экономик Китая и Индии. Да, основные альтернативные источники энергоресурсов или источники энергосбережения, эффективные лишь при ценах более высоких, чем 60 долларов за баррель, все чисто и правда. Но если вы будете изучать внимательно экономическую историю, вы найдете почти те же самые аргументы, высказанные в конце 70-х, начале 80-х годов. До того, как цены на нефть упали в реальном месячном учрении в 6,1 раз. Или в годовом – в 4 раз. Вот все то же самое можно было сказать. О ценах на нефть написаны тысячи хороших книг, сотни тысяч хороших статей. Вывод из этих книг и статей, подведенный в одной из очень квалифицированных публикаций, подготовленных недавно, цель следующий. Темно, вода в облацах. Никто толком. В силу специфики отрасли, специфики устройства этого рынка. Если позволите мне произнести профессиональные слова, вряд ли пригодные для широкой аудитории, из-за разной эластичности спроса и предложения по цене в краткосрочные и долгосрочные перспективы, все эти модели не дают надежных результатов. И это надо понимать, это фактор риска. Цены на нефть на мировом рынке действительно непредсказуемы. Никто не предполагал нынешнего уменьшения цен на 15%. Теперь за баррель нефти дают меньше 60 долларов, а еще два месяца назад цена подходила к 80. Очевидно, что для экономики России пока нет угрозы. Но если тенденция падения цены продолжится, то уже в ближайший год о многих социальных программах нужно будет просто забыть. Я помню, когда, скажем, цены на нефть были порядка 17-19 долларов за баррель. Когда наши нефтяники сидели в такой долговой яме, там много миллиардной долги, то есть цена изменилась, соответственно, пошло развитие. Построил там жил городок, очень много в социальную сферу было направлено средств. Сегодня конъюнктуры рынка, но прогнозировать, что там завтра что-то изменится, ведь сегодня открывает шельф месторождения, то есть вполне возможно, что ситуация может меняться. И вот эта, скажем, как я уже говорил, бюджетная стабильность, она, как безусловно, может измениться. Она меняется, она, естественно, меняет и все остальное в экономике, и в первую очередь в социальной сфере. Мы же сегодня все ждем, весь народ ждет. Ну когда? Когда реформы у нас заработают? К величайшему, к сожалению, экономической реформы работают плохо. Вот мы сейчас, если где-то свои дыры в экономике латаим, за счет чего? За счет гиперроста цен на нефть. Если мы не будем вообще развивать экономику, если мы не будем строить заводы, фабрики, нефть имеет определенные запасы и не бесконечно, у нас может наступить тогда глубочайший кризис. В вашей книге есть такой подзаголовок «Уроки для современной России». А какие же уроки может современное руководство извлечь из-за тех событий 15-20 лет недавности? Первое. Нельзя базировать свою политику на гипотезе, которая не очевидна и не доказана. На гипотезе, что высокие цены на нефть, они навсегда. Норвегия, страна, тоже зависящая, как и мы, от цен на нефть, имеет резерв в стабилизационном фонде, позволяющий ей 15 лет прожить при резком снижении цен на нефть, без того, чтобы закрывать госпитали, университет, распускать армию. Россия, в которой сегодня так много рассуждают о безумных размерах нашего стабилизационного фонда, имеет возможность за счет накопленных резервов прожить не 15, и не 10, и не 5, а всего 2 года. Напомню, в прошлый период нескольких цен на нефть составил больше 15 лет. Мне кажется, что понимать риски, связанные с непредсказуемостью этого рынка, от которого мы зависим, очень важно, чтобы не наделать ошибок, которые уже были сделаны в нашей стране. И второе. Это опасность жестких политических конструкций. Они хороши при благоприятной конъюнктуре. А в условиях такого землетрясения, которое, скажем, является падение цен на важнейший экспортный ресурс, они оказываются безумно хрупкими, как небоскребы, выстроенные в сейсмоопасной зоне и не имеющие достаточных элементов гибкости. То есть опасность того, что Россия может повторить судьбу Советского Союза, она есть? Да. Я с вами согласен, она есть. Она серьезна. И мне бы очень не хотелось, чтобы это случилось. Главный реформатор России Егор Гайдар считает, что Россия, как и СССР, сталкивается с проблемой, которая в научных кругах называется нефтяным проклятием. Мы в этом не одиноки. Само по себе ресурсное богатство не порог. Но золотой нефтяной дождь убаюкивает. Люди уверены, что так будет всегда. Сегодня Россия, как и Советский Союз в 70-х, 80-х годах, зависит от конъюнктуры мировых сырьевых рынков от импорта продовольствия. Если прибавить к этой экономической составляющей отказ от демократии, то повторение судьбы Советской империи становится все более вероятным. Поэтому не надо искушать судьбу склонностью к авторитаризму имперскости, раз за разом наступая на одни и те же грабли. Необходимо усвоить уроки, которые преподал Советский Союз. Уроки, о которых так ярко и безжалостно напомнился нам Егор Гайдар. На этом все. До встречи в программе «Диалог» в следующее воскресенье. Субтитры создавал DimaTorzok